Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня меня Олег Раут так хорошо попросил и мамуля, и солнышко, и родненько. У него есть три любимых песни Лил Пипа. Лучшее творение. Я их не слушала. Три не буду слушать, но одну обязательно послушаю. Так, специально для Олега Раута и для самых воспитанных мальчиков, которые мне пишут и просят, буду слушать Лил Пипа. «Джун класс» называется. Слава Богу, песенка, которая, что он настоящий, да, судя по всему, еще был жив. Слава Богу, песенка, которая, что он настоящий, да, судя по всему, еще был жив. Слава Богу! Что-то качества никакого. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья мои, конечно, это не моя музыка, но я единственное, что себя поймала на чём... Вот я тут так долго сижу, что я настолько уже поменялась. И тогда, когда я первый раз посмотрела Лил Пипа, я там была в шоке. И татушки, и его одеяние, и всё, оно такое было непривычное для меня. А сейчас, в свете того, что уже давно за это время перепрыгнули уже и Лил Пипа, и всё, и он как бы уже смотрится по-другому. И уже так и лицо рассмотрела, до этого думала, что за ужас, что за ужас этот Лил Пип. А вот, ну и как бы я всегда говорила и говорю в очередной раз, ну вот, глаза. То есть, понимаете, есть люди, у которых по глазам можно определить душу. И вот у него душа болит, вот она у него, у него такие всегда печальные глаза. Вот, и музыка у него, в общем-то, не знаю, по-моему, весёлая-то не так много было, даже вообще не помню. Всё время... Ну, единственное, что для меня, мне кажется, однотипно. Он всё время, вот я даже удивилась, Максим, ты говоришь, что это, ну, типа, при жизни не факт. Да не пять лет назад он чужих был. Ну да. Ну, что-то как-то вот такое впечатление, вот эта вот однотипность, она присутствует, вот какая-то механичность. Ну, ладно, в общем, короче, Лил Пип мы послушали. Симпатичный мальчик, а мог бы жить, друзья мои. Не увлекайтесь вот тем, чем увлекался Лил Пип, и будет вам счастье. Ну, творчество его, в общем-то, не моё. Всем пока.